Здравствуйте, дорогие друзья! С вами художник, педагог, онлайн-школа «Русская роспись». У нас с вами скоро состоится встреча-вебинар по очень интересному направлению «Шинуазри». Это изысканное очарование Востока. «Шинуазри» от французского языка называется «Китайщина». Это жанр стилизации, подражания, подражания произведений искусства, архитектуры восточных мастеров. Дело в том, что, повинуясь моде, русские художники копировали по-своему с китайского фарфора, ткани, посуды, декоративные моменты и делали имитацию художественных традиций Китая в декоративном искусстве. Появилась эта роспись в XVII веке, а расцвела в XVIII веке благодаря торговле. Считается, что Шинуазри – прародительница петербургской росписи. И если вы пройдетесь по дворцам Санкт-Петербурга и окрестностей, то вы увидите залы с интересным декоративным моментом в этой росписи. Сегодня я вам покажу, какие материалы нужно подготовить к нашей встрече. В первую очередь подготовьте листочки формата А5. Разрежьте формат бумаги А4 пополам. Белый лист бумаги, желательно, чтобы он плотный. И написано было «Газзнак». Это ватманская бумага. Продаются такие папки для черчения в канцелярских магазинах по 20 листов. В тех же канцелярских магазинах продаются папки-обложки черного цвета. Это очень хорошая бумага. Продается она по 100 листов, а также поштучно. И имеет тиснение с одной стороны под кожу, с другой стороны имеет тиснение под лен. В данном случае у меня тиснение под лен находится внизу. С этой стороны плотная бумага, как картон, не сгибается при росписи. И удивительно точная, подобранная нам для рисования в этой технике. Если же у вас нету черной бумаги или черного неблестящего картона, то вы можете сделать такую вещь. Взяв плотный лист бумаги формата А4, в середине листа обводите формат А5 и закрашиваете черным цветом. Но цвет вы красите краской только водорастворимой, как черный акрил или черный грунт акриловый, либо сажегазовая темперная красочка, либо глубокочерная. Я предпочитаю рисовать темперными красками, поливинилоцетатными из завода Санкт-Петербург Мастер-класс. Их можно купить поштучно. Для этого вида росписи нам понадобится всего три краски. Это белила титановые, сажегазовая, либо акриловая черная краска или грунт. Также вы можете взять грунт акриловый белый, но он более прозрачный и может быть еще и лучше. Теперь я покажу вам, как я развожу красочки по баночкам. Это не гуашь. Я использую баночки из-под гуаши, выдавливаю не больше середины краски и разбавляю при помощи воды и деревянной палочки или древка старой кисточки до состояния жидкой сметаны. Вот так же я делаю белую красочку. Смотрим, чтобы красочки были разведены одинаково до состояния жидкой сметаны. То есть краска должна капать, не сильной струйкой, а именно капать с нашей кисточки. Если это темпера, акрил может быть поплотнее. Теперь я хочу сказать и продемонстрировать мои любимые краски фирмы Атуре. Это акриловая золотая краска. Вы можете купить любую акриловую золотую краску, только не гуашь. Но если вы будете рисовать на бумаге только, можно купить и гуашевую золотую краску, тем более, что сейчас она продается очень хорошего качества. Эти краски имеют очень большое количество оттенков. Поэтому вот на баночке, на прозрачной вы видите цвет, такой цвет у вас и будет и здесь. Самые лучшие цвета, это не обязательно этой фирмы покупать, мне нравится золото инков, золото маджестик, королевский шелк, а также можете червоное золото спросить. Если у вас есть дома золотой контур по стеклу и керамике, вы смело можете работать этим золотом, так как именно в этих контурах и продаются акриловые наполнители. Я сейчас продемонстрирую вот такие контуры. Вот у меня, например, здесь медь. Это вот акриловая красочка здесь. Рисовать сейчас я буду золото маджестик. Если у вас золото густое, обязательно разводим его при помощи воды и палочки до состояния жидкой сметанки. Видите, как стекает быстро наша красочка. Теперь поговорим о кистях. Кисточки нам понадобятся тоненькие. Это не обязательно белка. Вот в данном случае у меня белка номер 2. Очень хорошие кисти. Я их специально еще и выщипываю, готовлюсь к росписи. И они у нас для наших учеников. Школы продаются в небольшом количестве, так как каждую кисточку я обрабатываю. Вы можете для вебинара подготовить кисточку номер 1, 2, колонок или синтетика. Если у вас есть магазин для ногтевого сервиса, вы там можете купить синтетическую тоненькую кисточку и вместе со мной прийти на наш вебинар. Обязательно я говорю про палитру. В данном случае я использую кафельную плитку. Самое главное, чтобы она была блестящая, не матовая, любого размера, любого цвета. Прикладываю тряпочку хлопчатобумажную и перед работой обязательно ее слегка смачиваю, чтобы кисточку можно было вытереть. Это наша рабочая кухня художника. Дальше, когда мы будем рисовать, я советую рисовать двумя кистями, потому что одна кисточка будет отвечать за золотую краску, а вторая за белую и черную. И желательно также иметь две баночки с водой, чтобы у нас не смешивалось даже в воде остатки краски. Нам понадобится линеечка, резиночка любая и карандашик с закрытой, такой вот, любого вида, вот у меня их разные есть, с закрытым таким видом точилки. Потому что иногда требуется в работе очень быстро подточить карандашик. Я буду рисовать очень мягким карандашом, например, 8Б. И он будет смотреться на бумаге, на черный, как будто я рисую белым карандашом. На самом деле, это работа графита. А вам советую приобрести и рисовать карандашиком, не гнущимся, без дополнительного резиночки. который вот стоит обозначение HB. Это твердо мягкий карандаш, и он идеально подходит. Повторюсь, что вам к вебинару надо подготовить один лист формата А5 черного цвета и один лист формата А5 белого цвета. На белом листе бумаги мы будем тщательно проходить эскиз, композиция очень важная. И на этом я уделяю большое внимание. Потом мы с эскиза будем переносить на черный лист бумаги при помощи карандашика и рисовать уже красками. Ну, а я вам предлагаю сейчас попробовать нарисовать небольшой сюжет в жанре шинуазри при помощи тех красок, которые у вас есть. Я нарисую небольшое дерево с плодами и цветами в китайском стиле. Я нарисую небольшой бугорок и сейчас буду рисовать наше дерево. Оно рисуется не ровно, а изгибается вот так. Смотрим, чтобы здесь было не меньше двух-двух с половиной сантиметров. В центре нашего импровизированного дерева будут цветы. Мы их нарисуем в виде круга и полукруга, потому что один цветок заходит за второй цветок. Находим серединку и делаем по пять-шесть лепесточков. Здесь под цветочком мы нарисуем листик с одной стороны, с другой стороны и по бокам два листика, которые сложились. Вот так. Здесь сверху я нарисую наши плоды. Плоды я буду рисовать можно нарисовать при помощи тычка, ватной палочкой, можно нарисовать самим кончиком кисточки. Поэтому я вам покажу, как это рисуется при помощи кисточки. а вы можете сделать при помощи тычка. Давайте сюда нарисуем веточку, по бокам нарисуем и здесь у нас будет такие же удивительные плоды. Также мы можем сюда добавить бутончики к нашим цветам и внизу и внизу нарисовать тоже листик в начале нашего изгиба. Теперь мы берем белую краску. Я накладываю на палитру при помощи деревянной палочки белую темперную краску. Набираю. если вы предварительно мочили кисточку, то надо обязательно ее вытереть о край нашей влажной тряпочки, чтобы краска была распределена по всей кисточке. И начинаем рисовать наши цветочки. У нас нарисована форма, но мы сделаем из трех листиков. то есть у нас будет каждый лепесток из трех элементов. Центральный повыше и два пониже. Обязательно вращайте свой лист бумаги. Второй цветочек у нас заходит за первый. Мы его рисуем фрагментально. Вот так. Этого достаточно. И теперь я нарисую бутончики только при помощи посмотрите одного мазка. Дальше я нарисую плоды. Если у вас они тяжело будут получаться, вы можете поставить их при помощи ватной палочки. Теперь мы берем другую кисточку и рисуем уже сам ствол. Рисуем краской золотой. Я отдельно на палитре ее положила, взяла другую кисточку и буду рисовать тончайшие веточки. Если у вас краска будет не пластичная, тоненькие веточки, вам у вас не получится. Старайтесь развести краску так, чтобы очень тоненько рисовать можно. напоминаю, что мы обязательно вращаем наш лист. так как мы рисуем за один прием, я накладываю густо золотую красочку, чтобы она когда высохнет была блестящей. также можно сделать лепесточки с зубчиками. но это уже усложненный способ, о котором вы узнаете на моем курсе. Аккуратненько подкладываем под наш цветочек красивый тройной листик, даем бутончиком золотые обрамления и рисуем красивые богатые листья. Тогда спрашивается, а зачем нам черный цвет нужен, если у нас есть с вами уже черный фон. Дело в том, что листья разживляются черной краской, но надо обязательно подождать, чтобы высохла золотая краска. Теперь золотые делаем носики у наших декоративных плодов краски и возвращаемся к белой кисточке, потому что нам нужно показать изящную гору. Тоненькой кисточкой мы берем и рисуем поверхность, на которой растет наше декоративное дерево. Вот так. Пока сохнет золотая краска, я беру золотой краской разживляю центр наших цветочков. Разживка это тоненькие полосочки под всем нашим цветочкам. Пусть они мерцают. Их не нужно делать толстыми, грубыми, очень яркими. Эта роспись изящная. Вот теперь возьмем черный цвет, поставим точечки в середине нашего цветочка. Можно их сделать группой. и разживить наши листики. Стараемся рисовать очень нежно, изящно, самым кончиком. Всего вам доброго и до встречи.